Канистры, щетки, цветочные горшки – это лишь малая часть продукции, которую производят на Мартике. Предприятие нацелено на выпуск 450 наименований товаров народного потребления. И с 2019 года включено в перечень системообразующих предприятий РФ. Сейчас на заводе активно внедряют роботизацию многих процессов. Если раньше у нас люди, типично, около каждого станка человек работал, трудился, то сейчас это заменили роботы частичной операцией, и высвобождается человеческий труд. Раньше было 5 станков, 5 литейщиков. Сейчас 5 станков, 3 литейщика. Тимофей Молчанов отчасти и ввел роботизированную линию. Мужчина проработал на заводе два десятка лет, но после обучения в рамках губернаторской программы переподготовки инженерных кадров нашел новый подход к работе и модернизировал часть производства. Программа переподготовки действует в крае с 2021 года. За это время на базе технического вуза за счет краевого бюджета обучили почти 200 человек в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Познакомиться с выпускниками пришел и губернатор края Виктор Томенко. Программа помогает за счет общения с коллегами, в том числе поездка на предприятие, практическим знанием, приобрести кругозор, расширить свой, чтобы стать полноценным специалистом в разных отраслях. Обучение длится 4 месяца. Это и теория, и практика, причем не только на алтайских предприятиях, но и заводах Новосибирска и Красноярска. Современные технические компетенции на рынке крайне востребованы. Мы посмотрели из тех заявок, которые подавали в наши предприятия, для участия своих специалистов это больше 500. На одного человека это 2,5 предложения. Также в крае реализуется федеральная программа «Профессионалитет», в рамках которой колледжи обучают будущих специалистов для конкретных предприятий. Сейчас количество сертифицированных кандидатов для работы в регионе в два раза меньше количества вакансий, поэтому вложение в знания – это в первую очередь инвестиция в развитие Алтая. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.